Всем добрый день! Рада приветствовать вас на стенде компании «Интернет-урок». Благодарим вас за то, что вы выделили время на посещение и прослушивание наших вебинаров. Меня зовут Ксения, я являюсь куратором отдела видеопроизводства «Интернет-урок». И сегодня тема моего выступления – этапы подготовки и производства видеоуроков. Сначала хотелось бы рассказать немного об истории нашего отдела. Компания «Интернет-урок» открыла возможности для дистанционного обучения еще в сентябре 2014 года. Но сама библиотека видеоуроков на тот момент существовала уже с 2009 года. Можно сказать, что именно в тот год и образовался наш отдел видеопроизводства. Но процессы в нем были выставлены немного иначе, а многие этапы, существующие сегодня, и вовсе отсутствовали. Как начинал работать отдел? Например, отсутствовали этапы подготовки и проверки сценария. Сами съемки были довольно простыми. Не было выделено каких-то специальных локаций, выделенных под определенные предметы, направления. Фоном, по факту, служила обычная школьная доска. Уроки, которые в тот момент создавались, не подразумевали еще на тот момент наличие графики. И, естественно, возникает вопрос, как же в таком случае планировалось демонстрировать необходимый материал ученикам? Все очень просто. Та доска, что являлась по факту фоном для урока, служила и носителем для передачи информации. Учитель по ходу записи, если, допустим, это были предметы физика, математика, они писали все необходимые уравнения, решения, задачи и всю ту информацию, что необходимо наглядно показать, прямо на доске во время записи урока. Допустим, если шла съемка урока литературы, то учитель прямо в кадре зачитывал непосредственно отрывки произведения, возможно, само произведение целиком, и по ходу разбирал его на камеру. На площадке в тот момент находилось всего три человека. Это преподаватели, которые записывался, оператор и куратор. Весь отснятый материал в итоге передавался на монтаж и практически сразу публиковался. На демонстрированном слайде, например, вы как раз можете увидеть, как проходила запись урока математики, как представлялась химия и непосредственно литература. Такой простой формат подвел к тому, что те уроки, что были отсняты, а на тот момент их было отснято около 500, к сожалению, не могли быть использованы. И лишь малая часть была опубликована. Для того, чтобы, так скажем, спасти некоторые уроки, которые по своему факту являлись вполне себе рабочими, было решено использовать простую графику. И следующую схему. Учитель выводился за кадр, он показывался в начале, в конце урока, а все остальные необходимые данные выводились на экран с помощью обычной графики. Естественно, понимая, что необходимо выстраивать процессы по-новому, так как первый опыт уроков явно не принес того результата, что хотелось бы, начался постепенный этап внедрения в работу всяких цепочек проверки, согласования сценариев уроков и так далее. О них, о том, как они существуют сейчас, я расскажу немножко позже. Было принято решение, что и организация отдела должна строиться по-другому, что необходимы дополнительные люди, необходимы дополнительные силы, потому что объем, намеченный на производство, был огромным. И в тот момент внутри отдела появляется отдел дизайна и появляется отдел монтажа. С 2011 года у нас работало уже четыре студии. Две из них находились в Москве, две находились в Питере. Было ясно, что также необходимо по-новому подходить и к визуалу построения урока. Принято решение перевести съемки уроков в некий интерьер, который по факту и служил тем самым визуальным различием между уроками, предметами и дисциплинами. Стоит также отметить, что помимо того, что у нас работало две студии в Москве и две студии в Питере, в 2012 году была создана студия в Одессе. И, в принципе, основной объем уроков, отснятого материала, был проведен в период с 2011 по 2014 год. В тот период было отснято 4,5 тысячи уроков, то есть большая часть учебной программы. На как раз-таки следующем демонстрируемом слайде можно увидеть то, о чем я говорила чуть ранее. Здесь мы уже делаем некую визуальную разливку в интерьере, чтобы обозначить определенный предмет. Здесь уже видно, что есть внедрение некой графики под предмет. Как мы видим, конечно же, вначале все было довольно просто, но уже видно, что отдел стремится развивать визуальный подход к съемке уроков. Со временем стиль съемок и графики вновь подвергается своей трансформации. Идет некое обновление формата. На демонстрируемом слайде можно видеть, что мы решаем отказаться от использования интерьеров, потому как визуально они создавали, можно сказать, некое нагромождение в кадре. И мы понимали, что нужно переходить к более универсальным и современным подходам к визуальной части уроков. Поэтому мы переносим съемки на студию Хромакей. Также с 2014 года разрабатываются графические заставки уроков по единому образцу с разбивкой по цвету и дополнительным элементом отдельно под каждый предмет. На данный момент отдел все так же работает над усовершенствованием визуальных составляющих видеоуроков. Например, количество производимых роликов в месяц было сокращено. И было это сделано для того, чтобы улучшить качество не только подготовки урока на стадии того же сценария, но и для того, чтобы более детализированно подходить к съемке, а также к последующему монтажу и всем этапам подготовки урока. Сейчас мы решили уйти от Хромакея и начали постепенно введение использования фона своего цвета под каждый отдельный предмет. Например, сейчас мы это уже сделали с физикой и с математикой. В данный момент основной нашей задачей является пересъем тех уроков, что был отснят в те годы, для того, чтобы опять их вывести в более универсальную и современную форму. О графике. Мы выводили в основном всю графику на полный экран. Допустим, если брать прошлые уроки, допустим, уроки 2013 года, там учитель уходил за кадр, вся графика в основном выводилась на весь экран. И сейчас мы стремимся и в графике, и в съемке в том числе учесть момент того, что важно, чтобы учитель и предпрезентуемая информация все-таки находились в одном кадре в том числе. А далее уже демонстрация всех необходимых элементов, которые мы рассказываем более детально. Естественно, она у нас не так быстро показана в уроках. Здесь это сделано для того, чтобы показать сам подход и принцип. Также можно продемонстрировать небольшой отрывок с тем же приемом в уроках физики. Также у нас обязательно показывается элемент в кадре, а дальше выводится на полный экран для того, чтобы более детально, опять же, рассказать о каких-то нюансах. И, кроме того, мы стараемся применять более интересные подходы. Так, например, рассказывая о каких-либо темах, мы стремимся показать и с помощью графики, и некие домашние моменты, которые можно привести в сравнение, исходя из той темы, о которой мы говорим. Как здесь, например, рассказывали о приеме связанных сосудов. Как же выстраиваются наши процессы сейчас? На самом деле это волнует многих родителей в том числе, потому что им важно, чтобы и нам, в первую очередь, также важно, не только родителям, чтобы вся та информация, что мы преподаем в наших уроках, была достоверной, чтобы она была полезной и, естественно, соблюдала все условия, необходимые для обучения. А так как мы являемся, скажем так, отделом видеопроизводства полного цикла внутри нашей компании, то, естественно, мы также отвечаем и участвуем во всех процессах производства. То есть это и production, и production, и post-production. И на каждом из этих этапов мы взаимодействуем с определенным количеством специалистов по разным направлениям. Итак, сначала я вам расскажу, как раз-таки на демонстрированном слайде можно увидеть pre-production. Pre-production, то есть подготовка к съемке. Конечно, наш отдел видеопроизводства в первую очередь складывается ощущение, что мы занимаемся только съемкой, но это не так. Как я сказала, нам важно, чтобы наши уроки были полезными для учеников, и мы на своей стороне не можем делать акцент лишь на съемке, вообще не понимая, что происходит на этапе производства сценария. Именно поэтому мы держим постоянную связь и ведем взаимодействие с методическим отделом. Как происходят эти взаимодействия? Как строятся эти цепочки? В первую очередь скажу, что все сценарии для наших уроков пишут наши методисты, компания «Интернет-урок». И участие в съемках также принимают наши учителя. Как выстраивается наше взаимодействие при подготовке к съемкам некого урока по какому-либо предмету? Итак, вначале идет составление предварительного графика съемок, исходя из расписания публикации уроков. То есть мы со своей стороны смотрим, когда заложена публикация определенного урока по определенной теме, рассчитываем, сколько времени нам понадобится на подготовку этого урока, исходя из его сложности, хроноветража и так далее. Далее уже передаем эти данные в методический отдел. И вместе с ним мы согласуем, какие даты мы сможем выбрать для того, чтобы начать ту самую подготовку. Утвердив даты, мы со своей стороны начинаем предварительно готовиться к съемке, в то время как методический отдел, указанным датам, занимается разработкой сценария. Мы в этот момент не вмешиваемся, естественно, потому что этим занимаются наши специалисты. Как я сказала, мы на своей стороне проводим подготовку к съемкам. Что она в себя включает? Естественно, нам необходимо организовать локацию, собрать съемочную команду, обязательно получить финальное подтверждение от учителя, который участвует в съемке, что все в порядке, эти даты утверждены, он свободен и будет участвовать. Но несмотря на то, что мы, конечно же, не принимаем участие в непосредственном написании сценария, мы также обязательно держим связь с методическим отделом, потому что мы контролируем все промежуточные сроки подготовки. Потому что может случиться все, что угодно, и если вдруг возникнет какая-либо форс-мажорная ситуация, мы со своей стороны сможем скорректировать планы по съемкам и так далее. То есть решить эти проблемы еще на берегу и не создать какой-то критической ситуации непосредственно перед съемкой. И в дальнейшем к установленной ранее дате методический отдел предоставляет нашему отделу сценарий для съемки. Такая простая и вполне себе действующая схема. Но также на этапе пре-продакшна может быть ситуация, при которой у нас, допустим, необходим поиск учителя для съемки. Такое случается. Потому как возможно, что тот человек, что у нас завязан под определенный урок, не может участвовать в съемках по какой-либо причине. Либо, в принципе, требуется новый педагог и новый специалист. Но нам важно, чтобы в кадре находился не просто некий ведущий, а также человек, который знает, о чем он говорит, а значит, он понимает тот предмет, по которому будет записывать урок. И в такие моменты схемы взаимодействия с отделом методическим, и не только с ним, происходит, в принципе, примерно по той же схеме, что и при съемке обычного урока. Но добавляется как раз момент поиска того самого педагога. Как же происходит этот процесс? Методический отдел вместе с учебным отделом составляет список предметов и тем, по которым необходимо провести поиски учителя для съемки. Далее они передают эти данные нам. Поиск ведется как с нашей стороны, так и со стороны методического отдела. Также наши стороны привлекаются для того, чтобы провести некое собеседование с кандидатом и понять, сможем ли мы с ним в дальнейшем взаимодействовать. Когда кандидаты общим обсуждением выбраны, с нашей стороны организуется видеокастинг. Кастинг, на котором выбранные нами методическим отделом кандидаты пишут небольшое видео обязательно на, естественно, учебную тематику. То есть это может быть отрывок какого-либо из сценариев по тому предмету, который мы подбираем непосредственно учителя. Приведя этот кастинг, мы также вместе согласуем, какие кандидаты нам подойдут, не подойдут. Методический отдел смотрит на этот момент со своей стороны, а именно со стороны точности донесения и понимания, доносимой в кадре информации. Мы же со своей стороны смотрим, насколько человек может работать с камерой и насколько комфортно он чувствует себя, рассказывая о предмете. Может ли он действительно сделать это грамотно. Далее начинается процесс, в принципе, описанный мной ранее. Методический отдел со своей стороны готовит сценарий для записи полного тестового урока. Это важно, потому что кастинг – это лишь малая часть. Совсем другое, когда идет запись полной темы по определенному предмету. Методический отдел со своей стороны этот сценарий готовит. Мы же опять начинаем этап подготовки к съемкам, то есть организуем со своей стороны все необходимые вещи – студию, рабочую группу, а также связываемся с педагогом, который был выбран, опять же, для утверждения даты. Также мы держим все, подконтролим все сроки, взаимодействуем с отделом и в дальнейшем проводим всю ту же схему, что и было описано нам ранее. То есть мы получаем сценарий, проводим съемку и дальше уже, если все наши пожелания в педагоге оправданы, то мы начинаем с ним работу и взаимодействуем в дальнейшем. Вот также важный момент, который происходит еще на этапе как раз-таки подготовки к съемкам. То есть по предмету согласовываются цветовые решения, шрифты, стиль, иллюстрации, дополнительные элементы, которые необходимы при показе урока. На демонстрируемом слайде можно увидеть, как выглядит набросок от наших методистов к сценарию по определенной теме и как далее уже наши специалисты, дизайнеры трансформируют это в графику, которая в будущем будет использована в уроке. Это очень важный также момент, потому что от стилистических решений зависит восприятие урока учеником. Важно, чтобы все элементы были соблюдены и было представлено все, что необходимо. И, естественно, создается руководство по графическому оформлению определенного предмета, по которому в дальнейшем действуют при разработке графики ко всем урокам этого предмета. Далее как раз-таки мы переходим к процессу продакшена, то есть к процессу съемок. Люди, которые не знакомы с таким моментом, как съемка, и, в принципе, не очень осведомлены в процессах видеопроизводства, могут думать, что самое важное — это съемка видеоурока. Но это не совсем так. 50% успеха — это подготовка к этой съемке, а значит, наличие всех необходимых материалов, специалистов и всех-всех тех составляющих, благодаря которым съемка пройдет успешно. Также есть момент работы во время съемки. И это работа не только ведущего или команды, которая занимается съемкой, но и работа непосредственно куратора, который становится продюсером на площадке. У него есть определенные, так сказать, задачи, которые важно контролировать во время съемки. А именно, это заезд и освоение локаций под съемку. Важно, чтобы все люди, которые принимают в ней участие, обязательно оказались в нужное время и в нужном месте, чтобы они нашли проезд и смогли, в принципе, оказаться на площадке, потому что иногда требуется решение определенных ситуаций, моментов для таких вещей. Заранее, естественно. Еще важен такой момент, как освоение площадки. При подготовке к съемке и непосредственно при подготовке на съемке, съемочная группа приезжает чуть заранее, чтобы к приезду преподавателя, учителя, который будет в кадре, все уже было готово, и мы могли начать работу. Далее, контроль наличия всех материалов. Это тоже очень важно. Важно, чтобы были в наличии все те сценарии, что будут записываться. Важно, чтобы преподаватель был с ними ознакомлен. Естественно, все копии в электронных бумажных видах обязательно есть на площадке, если преподавателю понадобится освежить какие-либо моменты по видео, по уроку. Обеспечение группы, съемочной группы носителями для записи. Носители мы предоставляем со своей стороны. Это флешки, карточки, если не потребуются жесткие диски для перекачки материала. Это также очень важно, потому что отснятый материал – это то, над чем потом работать на моменте постпродакшн, и ничто нельзя потерять. Все должно быть обязательно под контролем, и нужно следить, чтобы все необходимые фрагменты были получены. Контроль соблюдения тайминга съемки. Ведется запись не одного, ведется запись нескольких сценариев в момент съемки. Это количество оговаривается ранее при подготовке. И важно, чтобы команда и сам преподаватель уложились в необходимое время для съемки этих самых уроков и этих сценариев. Также необходимо, чтобы куратор мог решить все те непредвидительные какие-то проблемы или ситуации, или моменты, которые могут возникнуть на площадке, потому что никогда не известно, что может случиться. Куратор должен быть спокойным, должен быть уверен в себе, и он должен уметь найти подход как к ведущему, так и к съемочной группе, потому что по своему факту куратор на площадке является тем самым связующим звеном между ведущим и оператором и остальной съемочной группой. В контроле проверка записи всех заявленных материалов это также очень важно. Куратор на площадке следит за тем, чтобы все предоставленные материалы были записаны. Он обязательно контролирует и отмечает себе этот процесс. Так что он находится полностью в материале для того, чтобы отслеживать, все ли необходимо было записано. И, естественно, важный момент – это получение как раз-таки носителя со снятым материалом от оператора. Как я уже сказала ранее, важно, чтобы весь материал был на руках для дальнейшей работы. Эта схема приведена для стандартной съемки обычных уроков, которыми мы занимаемся, без каких-либо сложных перемещений по локациям, без каких-либо необычных методов и техник съемки. И мы переходим к еще одному, такому же не менее важному этапу, как постпродакшн, то есть создание видеоурока. То, что, опять же, бывает у нас, нам задают вопросы, а как же происходит проверка, как вообще выстраивается процесс, перед тем, как урок будет непосредственно опубликован у нас на сайте, и так далее. Сразу после съемки мы передаем все материалы в отдел монтажа, режиссеру монтажа. И важно передать ему не только материалы, но и монтажный лист или режиссерский сценарий. Этот момент контролирует куратор. По нему непосредственно наш режиссер монтажа создает первую версию видеоурока, на данный момент без графики, и передает на проверку, которая проходит несколько этапов. В первую очередь это проверка куратора, потому как мы со своей стороны также смотрим на то, как смонтирован урок. Можно дать свои комментарии, если нас смутили какие-то визуальные моменты. И также мы по сценарию просматриваем, были ли смонтированы все эти блоки, что были указаны в уроке. Далее, проведя проверку со своей стороны, мы передаем техкорректору. Она также со своей стороны отсматривает визуальную составляющую, смотрит, верны ли все склейки, нет ли каких-то так же битых отрывков визуально, или каких-либо резких переходов между блоками. И после этого происходит передача материала, видеоматериала методисту, который обязательно проверяет верность подачи учебного материала в видео, то есть не были ли перепутаны какие-либо блоки местами, или не потеряны ли какие-либо части учебного материала, которые были записаны. Каждый урок отличается тем, что к нему требуется как-никак индивидуальный подход, и в каком-то объем информации демонстрируемый на графике больше, в какой-то меньше, где-то сложнее, где-то он проще. Нужно все работы по графике проводить заранее, потому что это также влияет на сроки выдачи готового урока в аппликацию. Как происходит процесс? Естественно, назначается дизайнер, который будет вести данный урок, составляется для него техническое задание, также передается сценарий, и запускается процесс отрисовки графики и ее анимации. В процессе подготовки графики куратор также ведет обязательный диалог как с исполнителями, то есть с дизайнерами, которые готовят графику, так и с методическим отделом, потому что может быть ситуация, при которой у дизайнера возникнет какой-либо вопрос, и важно, чтобы все те, кто участвует в создании урока, были подключены, были в курсе, и, если что, могли сразу же решить возникшую какую-либо проблему и пояснить дизайнеру все то, что ему необходимо. После утверждения монтажа, после того, как он прошел все этапы проверок, всеми участниками, графика интегрируется в урок, исходя как раз-таки из того самого технического задания, и мы получаем готовую версию урока, полностью смонтированную, с полностью готовой графикой. На этом этапе мы также обязательно проводим полную контрольную проверку этого урока. Идет проверка визуального качества исполнения, как эта графика была интегрирована в урок, все ли корректно смотрится, все ли верно отображено из того, что необходимо. А также методическая достоверность, что при отрисовке графики не было, опять же, упущено каких-либо элементов, что все необходимые части были переданы в графике при создании урока. После того, как этот материал проходит проверку, в случае, если есть какие-то замечания, они, естественно, вносятся, и вновь проверяется наличие исправления этих замечаний. Специалисты готовят урок к публикации. Публикация дальнейшая происходит на нашем сайте, и если это необходимо, также происходит публикация на нашем канале на YouTube. При размещении урока на сайте к нему также обязательно готовятся текстовые конспекты под урок. Они обязательно подходят также к контролю редактора-корректора и пишутся нашими методистами. И разрабатываются тесты и тренажеры по заявленной теме, по которой был отснят урок, который был как раз-таки подготовлен данный конспект. И на сайте в дальнейшем также производится обязательно тегирование урока и по году создания, и по педагогу в кадре. По факту все вот эти три элемента, и подготовка, и съемка, и монтаж, все в итоге, соблюдение всех этих процессов по той цепочке, что выставлены в нашей компании, и помогает выдавать тот продукт, который будет качественным, который будет информативным, будет учебным и даст все необходимые знания наших учеников. Естественно, наша основная деятельность – это производство учебных уроков. Но мы, как я сказала, стремимся делать интересные форматы, мы стремимся делать информативные форматы. И действительно то, что будет работать и поможет нашим ученикам в изучении всех необходимых тем. И поэтому, со своей стороны, мы стараемся вводить некие новые форматы уроков. Например, это введение 5 минуток по урокам физики. Они уже есть. Тема урока кроется в его названии. Обычно это 5. Бывает от сложности темы 7 минут видео, где разбирается определенная тема, и после ученик может пройти тест для определения качества и уровня усвоения того материала, что был передан. Естественно, нашим основным объемом производства являются видеоуроки. Но, как я говорила ранее, мы отдел видеопроизводства полного цикла. Следовательно, мы занимаемся не только уроками, но также занимаемся и производством видеопродукта для нашей компании и по другим тематикам. Как, допустим, на представленном слайде, перечислены это и промо-ролики, и имиджевые ролики, и реклама, и видеовизитки, и видеооткрытки. А также сейчас постепенно мы создаем такой продукт, как бэкстейдж со съемок предметов, для того, чтобы, опять же, наши ученики были ближе к тем преподавателям, что им вещают свои темы и рассказывают все необходимые предметы. По своей структуре работы, вот опять же, если говорить о других проектах отдела, такого рода контент не сильно отличается от того, как мы подходим к созданию тех же видеоуроков. То есть проходятся все те же этапы. Это и создание сценария, и разработка тайминга, и подбор необходимых людей, и подбор локаций, и так далее. Но только все это, естественно, ведется в более глобальном смысле. Так, например, за последний год наш отдел создал несколько реклам для компании «Интернет урок». Конечно, там процесс сильно по своему объему отличался от того, как производятся видеоуроки. Потому что, допустим, при съемках рекламы у нас было 15 человек в команде, в которых также нужно было контролировать и отслеживать все действия, что они совершают. Было 10 актеров и 5 различных локаций. Это вот если брать одну из наших последних съемок. Что сказать в заключение? Наш отдел производства – это не просто отдельный ресурс, который занимается лишь одним направлением в рамках учебного проекта. Мы со своей стороны постоянно находимся в поиске новых форматов, интересных решений для того, чтобы сделать наши уроки визуально намного лучше, чем даже они есть сейчас. Мы стремимся к развитию визуального формата и визуальной подачи всех необходимых элементов в наших уроках. Это важно, потому как нам необходимо, чтобы процесс образования в целом был лучше и интереснее для наших учеников. И это наша основная задача, это то, к чему мы стремимся и к чему, надеюсь, мы вполне себе ведем. Надеюсь, что всю ту информацию, что вам было интересно узнать о нашем отделе, я вам предоставила. Конечно, это лишь такая общая картина, скажем так, как-никак все равно всех деталей не разобрать. Но, в принципе, я поведала вам то, как строится наша работа. И надеюсь, это было действительно для вас полезно, интересно, и у вас появилось больше уверенности в плане качества наших видеоуроков. Всем спасибо большое. Участникам, слушателям вебинара обязательно посмотрите наши следующие выступления. Мне также очень интересно. Спасибо.